У жителей Кургана появился еще один молитвенник и заступник. Недавно совершилось освящение нового деревянного храма преподобного угодника Божия, святого праведного Серафима Саровского. Великий чин и первую божественную литургию возглавил правящий архиерей Курганской епархии архиепископ Константин. Владыка Константин также передал в дар новоосвященному храму иконы государя императора Николая II и императрицы Александры Федоровны во знаменовании их духовной связи с преподобным старцем. Перед началом освящения Владыка коротко пояснил пришедшим на богослужение значение чина освящения и значение этого события в жизни города и епархии. Сегодня, возрождая церковную жизнь, курганцы становятся свидетелями того, как над областью появляется все больше заступников и великих молитвенников. Это и равнопостольный князь Владимир, крестильный храм, в честь которого осветили в 2010 году, и заступница земли русской, Пресвятая Богородица Форта Артурская. В честь ее иконы осветили храм перед Пасхой 2012 года. И великий молитвенник, и пастырь, святой Иоанн Кронштадтский. Строительство храма в его память ведется в селе Кетово, недалеко от города. Совсем недавно на архиерейском соборе состоялось общецерковное прославление еще одного святого, преподобного Далма Таисецкого, имя которого внесли в связи для общецерковного почитания. И вот город обрел еще одного покровителя, молитвенника и печальника земли русской, преподобного Серафима Саровского-чудотворца. Великий старец, преподобный Серафим Саровский, отошел ко Господу в 1833 году. А во времена правления тоже великого угодника Божия, государя императора Николая II, в 1903 году состоялась канонизация преподобного Серафима Саровского. Это была первая канонизация за очень и очень долгие десятилетия, можно сказать, столетия, отсутствия канонизации в Русской Православной Церкви. По окончании литургии был совершен благодарственный молебен об окончании строительства храма преподобного Серафима. Прекрасная деревянная церковь станет украшением района и всего города. Правящий архиерей поздравил курганцев, будущих прихожан новопостроенного храма, свершившимся великим освящением, поблагодарил строителей и благотворителей. Во внимание к усердному служению Церкви Божией право ношения на бедреннике и камелавке был удостоен иерей Иоанн Ушаков, ключарь и строитель Серафимовского храма. Владыка Константин также передал в дару новосвященной церкви иконы государя императора Николая II и императрицы Александры Федоровны вознаменование их духовной связи с преподобным Серафимом Саровским, чтобы каждый приходящий сюда знал, что именно святой Серафим предсказывал кровавые времена для России и гибель российского императора. А в свое время последний император-страстотерпец Николай II в 1903 году выступил инициатором канонизации святого преподобного Серафима Саровского.